Руки это самая открытая часть тела. Мощные руки вызывают уважение и симпатию, а также возбуждают большинство девушек. Я запускаю двухнедельный марафон по прокачке рук. Программы будут как для дома, так для зала, так и для улицы. Приглашаю каждого из вас присоединиться к этому незабываемому событию. Прогресс будет у каждого. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это новый вложик и... хотел сказать, я рад вас всех видеть, но я же вас не вижу. В этом влоге вы увидите, как прокачать пресс, три лучших упражнения для пресса и какие частые, самые частые ошибки допускают новички. Пока иду на тренировку, хочу вам рассказать, что это за проект вообще и пригласить вас, собственно, на этот проект. Проект будет проходить в Инстаграме, в закрытом аккаунте. Будет стоить это дело все 500 рублей. Это очень мало. Там всякие другие фитнес-блогеры проводят по 2 тысячи, по 3 тысячи берут. Я беру 500. Я за все мало беру. Для своих подписчиков ничего не жалко. Друзья, проект будет направлен на прокачку банок. У всех будет отличный результат. Ну как отличный? Вы банки огромные не накачаете, но какие-то там у вас результаты появятся. Прогресс какой-то будет. Либо рельефчик будет, либо что-то там венки проявятся, либо подрастут банки. Это 100%. Каждому из вас обещаю результат. Небольшой, но он 100% будет. А самое важное, зачем нужно туда идти, это очень много опыта. Это огромное количество советов. Это анатомия. Это программа тренировок, программа питания. Вы также научитесь составлять сами программу питания для себя. А самое важное, мы с вами плечом к плечу будем бомбить наши банки. Но там не только банки будут, там еще и бицепс и трицепс. Вся рука будет прокачиваться. И я уверен, это будет жестко. Старт проекта 25 июля. После этого заявки уже не будут приниматься. И в связи с этим, с проектом, на канале будут реже видосы выходить. Но все, кто будут участвовать в проекте, будут со мной видеться каждый день. И мы будем активно вместе работать. Я буду отвечать на все ваши вопросы день и ночь. Я сегодня вам покажу три самых лучших упражнения на пресс. Питание, ребята, без питания ничего не будет. Кушайте больше белковой пищи, поменьше углеводной и тогда будет все идеально. Итак, друзья, первое упражнение это двойные скручивания. Наверное, самое такое простое, самое эффективное упражнение, которое делают все качки, все ребята-спортсмены. Одинарные скручивания обычные делаются вот таким вот образом, а двойные делаются вот так. Оп. 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 То есть двойное скручивание считается как заодно. Да, в одну сторону и в другую это одно скручивание получается. Вы не должны ложиться на пол. То есть мы вот так не ложимся и не расслабляем наш пресс. Мы должны держать его постоянно в напряжении. Поясница даже не ложится. Примерно вот так, да. Мы вот в таком положении находимся и постоянно у нас пресс в напряжении. Он не должен расслабляться. Делаем так. И опять же, в верхней фазе вы не должны вот сюда уходить. То есть вот это нафиг вообще не нужно. То есть получается, вы постоянно напрягаете пресс и достаточно небольших вот, да, скручиваний. То есть вот так уходить прям не надо. Вот достаточно вот такого. Стандартная ошибка вот новичков. Они вот так делают. То есть они пытаются как угодно, но главное вот просто на полную амплитуду зафигарить себе вот такую штуку. Это неправильно. Ребят, хочу сказать, что все эти упражнения делаются по 4 подхода и на максимум. То есть вы должны делать на максимум, пока вы там уже просто не умрете. Отдых между подходами где-то полторы-две минуты и отдых между упражнениями. То есть мы сейчас переходим к следующему упражнению. Мы отдыхаем примерно тоже 2-3 минуты. Следующее упражнение у нас это подъемы ног на брусьях, потому что на турнике не особо удобно. Там устают больше руки, пока вы там наподнимаете ноги, у вас руки уже отвалятся. Поэтому делаем на брусьях. Тут упор как бы вот так сверху и руки не так сильно устают. Чтобы начать выполнять это упражнение, мы должны войти вот в такое положение. То есть спина у нас прямо. И поднимаем ноги вот таким вот образом на 90 градусов. И вниз. То есть смотрите, обычно ошибка у новичков, у них происходит вот такая фигня. Они делают с раскачкой вот таким вот образом что-то непонятное. Это должно быть подконтрольно. Движение. То есть вы встаете, зафиксировали тело, не дергаетесь. Можно даже немножко в верхней фазе задерживать. И, ребят, вот как вы сделали 4 подхода вот в этом упражнении, вы просто на 5 подход можете взять и зафиксировать вот так положение в статике. Повисеть и просто как бы добить ваш пресс. Ребят, третье упражнение, которое я посоветовал бы, оно уже для таких продвинутых спортсменов, у которых довольно хорошая подготовка. Это флаг дракона статический. То есть у вас тело прямо, и вы удерживаете в этом положении ваше тело и напрягает, естественно, пресс. Да там не только пресс напрягается, все тело. Именно этим оно хорошо, что оно прорабатывает все вообще. Весь пресс, косые мышцы, блин, там даже широчайшие работают. Потому что когда вы удерживаете, это очень сложно. Давайте покажу, как это делается. И вот таким вот образом поднимаемся. На максимум, сколько можете там, 20-30 секунд делайте на максимум, пресс начнет гореть, это 100%. Я вот сделал, наверное, секунд 5, да, сейчас уже начал гореть. Если 20 секунд сделать, он просто у вас умрет. Друзья, если вы не умеете делать флаг дракона, то оставьте эти два упражнения, делайте просто не 4 подхода, а, например, по 6 подходов в каждом упражнении. Если умеете, то это будет отличным дополнением к тем упражнениям, и у вас пресс просто забьется и будет вот такущий, как у меня, хороший. Я его, кстати, не качаю уже давно. Я накачал его там примерно за лет 5, и уже года 4, наверное, не качаю, а он есть. Это очень круто, потому что подкожный жир, ну, очень маленький, да, прослойка маленькая, и поэтому он виден. А так, спасибо огромное за внимание. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok